Фонтан, бьющий из белого резервуара, это и есть тот самый аэратор, который должен спасти все живое в пруду 7-й городской больницы. Изготовили прибор в подмосковном Жуковском. Такие агрегаты обычно заказывают рыбоводческие предприятия России. Потребляет он электричество, как обычный утюг, а эффект колоссальный. Он позволяет воду насыщать кислородом и одновременно он создает в водоеме течение. При этом ликвидируется расслоение воды по температуре, водоем становится более однородным. После установки этого аэратора мы о проблеме гибели рыбы от замора можем забыть, как зимой, так и летом. Больничный пруд глубиной чуть больше двух метров. Если бы не дождливая погода, уровень воды в нем упал бы почти наполовину, а содержание кислорода до нуля. Всему виной сине-зеленые водоросли, которые атаковали Казанские озера еще прошлым летом. Из-за них в жару погибла рыба не только в Казанке, но и в мелких городских водоемах. Одно из них – озеро Харовое. Главный враг сине-зеленых водорослей – кислород. Поэтому и установили в пруду аэратор. На этом озере сине-зелеными водорослями будут бороться еще при помощи ультразвука. Для этого на поверхности воды установили вот такую вот миниатюрную летающую тарелку. Прибор производит бельгийская фирма. И по всей России сейчас же их установлено около тысячи штук. Всего за два часа работы приборов на мелководье появились ярко-зеленые пятна. И это и есть скопление ядовитых сине-зеленых водорослей, которые затем специалистам предстоит выловить из пруда. Металлический тросик обходит по периметру все вот это пятно и затем лебедка вытаскивается на берег. Такую операцию надо проводить несколько раз. Затем, как меняется состояние пруда, пристально наблюдают сотрудники лаборатории Минэкологии Татарстана. Пробы воды они будут брать круглосуточно. Мы берем анализы и смотрим визуально, где большинство обращений у нас приходят граждане, на какие озера. Мы будем их решать, кто больше всего, какое озеро больше всего нуждается в принятии таких мер. Место отдыха великолепное, прекрасное, все. Но за ним же ведь надо следить. Если за ним следить не будем, так что это у нас получится? Болото. Да. Небольшое озеро на пересечении Амирхана и Чуйкова – лишь один из городских водоемов, которые экстренно нуждаются в очистке. Как заявили в Министерстве экологии, если приборы на примере больничного пруда покажут свою эффективность, то такие же установят и в других озерах Казани. Елена Горбунчикова, Роман Фенин, Телеканал Эфир.